Мода для сварщиков, строителей и медсестер. Это дефиле особенное. Спецодежда на производстве – один из важнейших факторов безопасности. Ткань, способная защитить от ожогов и травм, для удобства кармана и молнии. В такой экипировке хоть в огонь, хоть в воду, хоть в лес. Здесь есть ограничения, вот эти полочки на штанах, на рукавах и на юбке куртки. То есть клещ, когда ползет вверх из травы, он здесь останавливается. У нас берут их лесники, кто валит лес в основном. Вот они работают в этих костюмах. Очень удобно. Чтобы труд был на пользу, а не во вред, все должно быть в норме. Уровень радиации, загазованности, освещенности. Проверку компании проходят регулярно. Для этого существует специальная техника. У меня в руках шумомер с этим прибором. Специалисты раз в пять лет приходят на любое производство, где есть источник шума. Им могут быть станки или машины. Нормой считается 80 дБ. Все, что выше – это уже вредные условия труда. Сейчас проверим. Здесь в парке до 80 не доходит. Мы работаем в безвредных условиях. Специалисты по охране труда сегодня есть в каждой организации. Лучшим из них на праздники вручили памятные награды. Сегодня, по данным Международной организации труда, в мире каждые 15 секунд умирает человек, получивший травмы на производстве. В год тех, кого в буквальном смысле сгубила работа, около 2,5 миллионов. В Самаре в 2016 травматизм на предприятиях снизился почти на 15%. Жизнь и здоровье каждого человека – это, безусловно, главная ценность в современном развитом обществе. Охрана труда – это часть большой корпоративной культуры. И именно забота о сотрудниках, она сплачивает коллектив и позволяет добиваться высоких коммерческих производственных достижений. На празднике, посвященном охране труда, свои площадки представили десятки предприятий. Здесь же – те, чья служба наиболее опасна и трудна. Сотрудники МЧС устроили выставку пожарной техники, а спасатели продемонстрировали эвакуацию людей с высоты. Алина Чемерис, Константин Головин. События.